Анастасия, 7 сентября. Юль, здравствуйте. Хочу поделиться с вами некоторыми успехами и попросить совета. Вопрос с питанием мы решили. Я... Видите, у нас переписка какая-то была? Нет, не была. Вопрос с питанием мы решили. Я отпустила ситуацию, и сын начал есть. О, значит, была какая-то переписка. Хорошо, плохо, но я приняла это и не расстраиваюсь. Когда он не съедает полную порцию супа, правильно, не будет у вас тогда жирным, не будет переедать, не будет у него стереотипа, что нужно доесть тарелку во что бы то ни стало. Вот даже мы, когда вы сидели на завтраке... Да, нам очень тяжело не доесть. Да, прям почему-то вот прям... Потому что нас в детстве приучили доедать. Прям нужно доесть. Ты прям за соус пихает. И я с этим живу. Мне обязать должна быть чистая тарелка. То есть приучили родители настолько, что выйдя из-за стола, выйдя из-за стола, только такая чистая тарелка. А это приводит к перееданию. Неправильно работая внутри их органов. Ну, все с этим связано. Ожирение и так далее. Вот. Так что, не доел он, не доел. Все, что в ребенка попало, все пошло на пользу. Все, что через силу, все это пойдет не на пользу, и организм выведется. Так, хорошо, плохо, но я приняла это и не расстраиваюсь, когда он не съедает полную порцию супа. Но вот сон. Моя боль. Сыну почти два года, а количество ночей без просыпания может пересыпать по пальцам. Дневной стон еще более-менее. Спит нормально. А вот ночной бывают дни, когда он истерит по часу-полтора перед тем, как уснуть. Ворочается, укладывает свои машины рядом. Кричит. Пытаюсь взять на руки. И извивается. И кричит еще сильнее. Пытаюсь узнать, что случилось. Кричит. Ухожу из комнаты. Зовет обратно. После продолжительного рева может попросить что-нибудь. Но не всегда в родоних могу понять, что именно. Может попросить пить. Поильник рядом. Поильник не подходит. Выкидывает. Принесу в стакане. Отталкивает. Уронит мишку. Просто обратно. Поднимаю. Отдаю. Ревет. Выкидывает снова. И так совсем. Пока не наорется, не успокаивается. Иногда придется переключать. Приходится переключать. Снова включать свет. Чем-то отвлечь. И через время опять отправлять спать. А бывает, что уснет спокойно. И просыпается среди ночи с истерикой. Вот тут я вообще теряюсь. Меня злит, что не могу его быстро успокоить. Он кричит. Трогать себя не дает. Понять причин плача не могу. Молчит. Перебирай варианты. Злится еще сильнее. Вчера подарили ему спортивный уголок. А ночью не могла его успокоить спустя час. Не могла успокоиться. Спустя час включила свет. Истерика прекратилась. Через некоторое время. Попросила покататься на качеле. Прекрасно. Ночью. Покачала минуту. И он пошел в кровать. Уснул. Как себя вести с ним? Откладывать время сна. Если не получается в данную минуту. Что делать ночью? Нормально ли отвлечь игрой? Книгой. Включать свет. Посмотреть в окно. Что делать в такие моменты? Чтобы не сойти с ума. Заранее спасибо. Это у нас возраст 2 года. 2 года нельзя убирать дневной сон. Это очень мало. Маленький еще. Слушайте. Прям не знаю. Что там вас такое беспокоит? Что же он так тяжело отходит ко сну-то? Ничего у ребенка не болит? Правильно соблюли все ритуалы перед сном. Покупали. За 2 часа никаких бурных игр. За 2 часа никакого приема пищи. Чтобы желудок у нас не работал. За 2 часа спокойный игр. Свет приглушенный. Никаких беганий по потолку. Все это сделали. Может в траве спокойно покупать. Может в ней в рулопус сходить. Может что-то ноет у ребенка в дневное время. Его это не сильно беспокоит. Потому что много отвлекающих факторов вокруг. Прогулки, гости, мультфильмы, игры и так далее. А ночью, когда ты остаешься один на один со своими ощущениями. Может что-то беспокоит. Может голова болит. Может еще что-то. Может зубы режутся. Такое ощущение, что ребенка что-то беспокоит. Отодвигает сон. Как рано вы его кладете. Успевает ли у него 6 часов хотя бы пройти между дневным сном и ночным сном. Знаете, есть у нас... Я не очень сильно специалист по сну. Это так я чисто предполагаю, что на ум логику приходит. Есть же у нас какие-то эти специалисты по сну. Такие же специалисты есть по сну. Может быть к ним обратиться. У них спросить. Но первое дело вы сами должны решить. По неврологии, по вообще физическому состоянию. Чего ли ребенка не беспокоит. Как правило, когда убираешь что-то физические причины. Само как-то и нормализуется. Может зубы чего? Два года. Может быть оставлять ночник. Видите, он говорит, включил свет и вроде бы успокоился. Пробуйте еще что-то. Может быть с собой спать класть. Может быть что-то такое происходит в течение дня, что ему ночью снится и вот ночью он у вас подскакивает. Это все может быть. Но вот почему тяжело отходит ко сну. Может он еще не готов спать. Может быть дать ему еще поиграть и посмотреть пока совсем вот... Поиграть что-то очень нельзя перед сном. А? Нет, играть спокойно на игры. Вот машинки разложил на полу. Пожалуйста, играй. Какие-то пазлы собирай. Такие тихие игры. Я имею в виду, нельзя догонялки, прятки, ржать, щекотать, папе под волок подкидывать. Громко, чтобы телевизор работал. Свет по всей квартире. Все мотаются, что-то кто-то делает. Музыка играет громко. Такого нельзя, конечно, перед сном. Может быть дать ему прямо вот на ковре. Может быть это ему не биологические часы. Рано это ему. Попробуйте вот проэкспериментировать, когда он у вас отрубится. Ну пусть сидит, играет, если он еще не готов ко сну. Посмотрите, может позже ребенку нужно ложиться. Может быть еще не нагулялся это время. А так хорошо бы еще вопрос задать к специалистам сна. На ютубе я где-то видела, есть у нас эти специалисты по этому делу. Поищите. Может быть они отвечают на эти вопросы. Или может быть вы найдете похожее видео, и вам будет это приемлемо. Ну вот что было в голове, вроде бы все сказала. Ночью здесь уже однозначно бессознательно идет. Значит что-то приснилось, что-то беспокоит, либо писать, либо есть, либо какать, либо болит, либо что-то страшное приснилось. Однозначно у вас здесь скакит. Здесь тогда, если он прям орет, захлебывается, и уже нельзя в темноте успокоить. Здесь надо включать свет, человека тромашить, и чтобы он проснулся, пришел в себя и взял себя в руки, чтобы он понял, что это уже было сон, и это прошло. Да? Вот. А перед засыпанием, он уже еще в бодрствовании, значит, что здесь его беспокоит? Выясняет, что беспокоит. Либо отдать, вымотаться до конца. Может быть побольше перед сном гулять вечером. Опять же, не бешеные там игры, на прогулке, а просто подольше, походить. Не в коляске кататься, а вот прям ходить, лазить, скатываться, подниматься, спускаться. Ну вот как-то так. А так коллегам, специалистам по сну. Это Анастасия была от 7 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...